Валан, ракетка и отличное настроение. Привычное представление о бадминтоне – это игра для отдыха или пикника. Одинцовские бадминтонисты с таким утверждением не согласны. В детско-юношеской спортивной школе Одинцова к бадминтону отношения серьезные. Этот вид спорта здесь культивируется уже 8 лет. Каждый год на всероссийские состязания выходят все новые звезды. Сегодня в программе «Время спорта» – будни одинцовских бадминтонистов. В зале около 40 спортсменов. Тренеры Жанна Костромцова и Надежда Догонина. Любое занятие начинается с разминки. Перед выходом к сетке – упражнения на ловкость и координацию. Следующее задание. Вы двигаетесь навстречу друг другу до линии края площадки здесь, до линии края площадки здесь. Выполняйте задание на месте, то, которое я покажу, дальше вы очень быстро двигаетесь до линии спиной назад. Назад двигаемся спиной. Первое задание. Ножки поставили широко, ручки перед собой. Мысочки встали, пяточки подняли. Часто-часто-часто-часто-часто. Переступаем до команды. Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. спиной 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 назад еще разочек поехали на месте быстрее 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 быстро 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 быстрее 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 чаще 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 до линии бежим и здесь до линии прыгаем 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 еще разочек отдышались ножку поставили поехали прыгаем 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 шире ножки шире шире прыгаем шире прыгаем вдох выдох Хорошо. Дальше упор лежа. Бег скалолаза. Ножку вперед-назад. Поехали, начали. Прыгаем. Быстрее, быстрее, быстрее ножками можете. Правая ручка вверх. Развернулись. Держимся. Держимся, держимся, держимся. Правая рука вверх. Правая рука вверх. Правая рука вверх. Держать, 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 держать ручки, держать. Левая. Выше, выше тянемся, Саша, тянемся. Берем валаны, берем ракетки, жонглируем Правая рука вперед, левая рука назад В выпаде идем Спиной от сетки возвращаемся Весом к сетке, спиной от сетки возвращаемся В выпаде идем, жонглируем Маша сюда, Дима сюда Олег на ту сторону Максим Первый, второй год обучения Есть несколько детишек третьего года обучения В тренировке мы уделяем Большое внимание общей физической подготовки Развитие координации, ловкости, силы, скорости И первая часть тренировки Проходит вместе Дети разминаются вместе Чтобы маленькие смотрели на старших Учились у старших Подтягивались под их уровень А старшие тоже понимали Что они тут В качестве учителей Тоже в какой-то степени выступают Разминочная часть проходит достаточно быстро Чтобы дети разогрелись Свои навыки вспомнили физически И дальше приступают к тренировке Дети делятся уже на группы И по своему уровню подготовленности Получают индивидуальные задания Дети, которые первый год обучения У них только становление техники Они учатся азам Хвата ракетки Владению валаном Все дети, которые постарше получают задания Уже технически посложнее Выполняют различные удары По заданию тренера И по тому уровню, на который они Могут работать Что мы знаем о бадминтоне История появления этого вида спорта Противоречива Согласно одной из версий В 19 веке Английские офицеры Служившие в Индии Увлеклись древней индийской игрой Пуна Которая и стала прототипом бадминтона Первая площадка для бадминтона Появилась в Англии Стараниями герцога Бафорта В 1873 году Через 20 лет Английская ассоциация бадминтона Опубликовала первый регламент игры Всемирная федерация бадминтона Появилась в 1934 году Через 13 лет Зародился первый крупнейший Международный командный турнир Среди мужчин Кубок Томаса Женщины в команде Стали состязаться с 1955 года На Кубке Уэбера Всемирная федерация бадминтона Объединяет свыше 150 стран При жонглировании валана Мы уделяем большое внимание Технике перемещения При выполнении этим упражнением Когда игрок в игре перемещается Он должен делать все время выпады И тянуться рукой При жонглировании валаном Дети точно так же учатся Этому моменту в перемещении Ручки расставляем вперед Правую, назад, левую Ножки правой Шагаем вперед Двигаемся Шагаем, двигаемся Ножкой вперед И жонглируем И так же спиной отходим назад То же самое с валаном Сейчас Даша вам продемонстрирует Давай Здесь ребята по сташе Они получили задание Отработки удара Бьют они высокодалекий удар Держат валан Так, чтобы у них в игре Уже было уверенное владение ситуацией И они могли хорошо играть На дальних площадках Ребята отрабатывают Жонглирование валанов Это важное упражнение Которое позволяет развивать И ловкость, и координацию И контроль за ракеткой За правильным хватом ракетки Потому что они переворачивают Руку полностью Не перекручивая ракетку в руке Тем самым Они уже в игре Когда выйдут на уровень Обладения ударами На техническую подготовку Они уже ракетку будут держать правильно Не задумываясь У них рука уже будет Сама держать ракетку Поэтому на жонглирование Мы уделяем много времени Здесь ребята Первый год обучения Они учатся Тоже владению ракетки валаном Но еще на предыдущей стадии От жонглирования То есть они учатся Держать вот так валан на ракете Чтобы он не падал Им это интересно, забавно И в то же время Это тоже контроль за своим телом То есть они удерживая ракетку и валан Они контролируют свои движения Мелкая моторика, крупная моторика Здесь включается все Ногу вперед Ногу вперед Вот ты жонглируешь Вот ты жонглируешь Ручки держат Ручки держат Ножкой вперед Ножкой вперед Ножкой вперед Ножкой все время Шагаем 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 Вот и спиной ты отходишь Так же Так же отходишь Так же отходишь Так же отходишь Вот Все, давай, работай Бадминтон в своем становлении Прошел непростой и тиранистый путь Интересно, что в соревнованиях с использованием валана допускалось его отбивание руками и даже ногами. Считается, что первую ракетку придумали японцы еще в 14 веке. Современные ракетки изготавливаются из различных материалов – от углепластика до стали и титана. Средняя масса составляет 100 граммов. Спецификация ракеток зависит от манеры игры спортсмена. Большинство профессионалов используют гриб – специальные намотки на рукоятку. Сейчас держим высокодалекий удар. Через 5 ударов переходим на плоск. Сейчас ребята будут выполнять комбинацию на работу с валаном. Это называется мельница с укороченной подставкой. Кроме отработки ударов, ребята отрабатывают перемещение по площадке и свою скорость реакции на удары. В дальнейшем комбинация будет меняться. Добавляться дополнительные удары, в том числе и неожиданные удары с обманом. Удары такие, чтобы можно было включать смыслительный процесс и двигаться в соответствии с тем ударом, которым отбивает соперник. Каждый работает в паре, этот работает в паре. Есть отработка комбинации, когда работают по три человека, но чаще всего в паре. В программу летних Олимпийских игр подминтон был включен в 1992 году с четырьмя комплектами наград. Безусловными лидерами в этом виде спорта являются представители азиатских стран – Китай, Республика Корея, Индонезия. Далее следуют европейцы и россияне. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне впервые в истории соревнований бронзовые медали в женском парном разряде взяли россиянки Валерия Сорокина и Нина Вислова, обыграв соперниц из Канады Алекс Брюс и Мишель Ли. Сейчас ребята выполняют упражнение по перемещению по площадке. Оно вырабатывает навык скорости в игре и навык правильного перемещения при игровой ситуации. То есть это получается, что охват полностью всей площадки и скорость работы ног. В данном задании задача собрать шесть валанов в середину и расставить их по шести точкам, тем точкам, которые являются границей площадки. То есть здесь отрабатывается, кроме скорости перемещения, отрабатывается, ну так скажем, физическое чувство поля, чтобы ребенок понимал, где у него поле, где аут, и уже валан, летящий близко к линии, в игре будет восприниматься очень четко, в аут он летит или в поле. Вот, поэтому здесь упражнение такое, достаточно емкое, и на этом упражнении тренируются не только дети, но и вообще взрослые спортсмены, которые уже мастера спорта и в сборной. Это обязательное упражнение, которое входит в программу подготовки по бадминтону. Это, скажем так, основное упражнение. Есть стандарты, есть программа, которая общепринятая, и, естественно, мы добавляем уже свои авторские наработки, которые возникают в процессе работы, и за тот период, который мы работаем с детьми, придумываются новые упражнения, совершенствуются те, которые имеются базовые упражнения, и таким образом программа все время, она немножечко меняется. Упражнения, которые придуманы нами, это были вот те беговые тоже упражнения, Но, вы знаете, упражнения многие тренеры, они примерно одинаковые используют. Просто немножко мы варьируем в зависимости от детей, от их навыков, и чтобы интереснее было детям, чуть-чуть изменяем упражнения. Вот в этом упражнении классика бадминтона. Здесь из того, что мы использовали, ну, как бы придумывали сами, это, например, возврат в одну и ту же точку. Не просто по шести точкам, а, например, после каждого перемещения возврат еще в заданную точку происходит при выполнении упражнения. Вот. Потом при выполнении работы с валаном, там тоже придумываем разные удары, чтобы детям немножко разнообразить. Потому что однотипные упражнения, они чуть притупляют, и притупляют скорость реакции, ребенок начинает двигаться заранее в ту точку, куда прилетит валан. Мы такие упражнения разнообразим дополнительными ударами, которые дети делают неожиданно. Они очень любят такие задания, потому что начинается игровой момент, они пытаются обмануть своего партнера, в данном случае, он партнер, но как бы и соперник, да, и дополнительные вот эти хитрые удары уже привносят какую-то новизну, и детям уже интересно. Дальше у ребят будет часть тренировки, которая называется многоволанная тренировка. Этот выдается много в валанах, и ребята отрабатывают удары уже на большом количестве валанов. Ребята, сюда подходим. Берем по пять валанов. 4 октября в Ульяновске завершился фестиваль школьного спорта страны СНГ. В сборную команду России по бадминтону представляли одинцовские бадминтонисты Матвей Корнеев, Никита Ланин, Виктория Горелова и Мария Купцова. Ребята завоевали 11 медалей и заняли второе место в общекомандном зачете. Недавно мы ездили на фестиваль спорта страны СНГ, выступали там как команда Российской Федерации, завоевали второе общекомандное место, и в четвером на четверых 11 медалей ребят завоевали. Второе место тоже хорошо в командном зачете, ну радость, конечно. Эмоции от самого города, там архитектура есть и старинная, и совмещенная с современной тоже. Я проиграл со счетом 18-16, потом собрался, счет 19-19, потом 20-19 я повел, и 21-19 я выиграл. В нашей команде, в большинстве, было с казахами сложно играть, потому что, ну, самые сильные они. Я думаю, у нас просто менее сбалансированная команда, чем у Казахстана была, поэтому мы не смогли. У нас, в принципе, не было шансов в команде занять первое место. Ну, просто нас казахи полностью везде обогнали, и все. У них везде первое, второе место. Ну, кроме пар, естественно, в парах они первые, а мы вторые. Среди недавних успехов воспитанников спортивной школы Одинцова, бронзовой награды Егора Пересецкого и Димы Ланина на Всероссийском юношеском турнире серии Гран-при, проходившего в Челябинске. А также 16 медалей, завоеванных одинцовскими бадминтонистами, на Всероссийском турнире юношеской серии Гран-при в Самаре и на Всероссийском турнире «Белые ночи» в Гатчине. Когда приходят дети в бадминтон, очень многие приходят с утверждением «а я умею». Мы убеждаем ребенка, что то, что ты умеешь, это называется пляжный бадминтон, а то, что происходит здесь, это спортивный бадминтон. Это две разные вещи. И, в принципе, дети очень быстро это схватывают. Когда они посмотрят на тех, кто постарше, почему мы проводим тренировки совместно, чтобы маленькие, которые считают, что они умеют, как они на даче с мамой и с папой играли, они здесь увидят совсем другой бадминтон. И они уже будут по-другому относиться, будут понимать, что спортивный бадминтон – это совсем другое, что это олимпийский вид спорта, что здесь тренировки на износ приходится немножечко ломать. Но эта ломка такая достаточно мягкая, потому что дети сами это понимают. Они сами понимают, что спортивный бадминтон – это не пляжный бадминтон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова